Продолжаем чтение книги правителей России под редакцией Кулюгина. Сегодня мы читаем о великом князе Иерополке II Владимировиче, 1882-1139 годы жизни, годы правления 1132-1139. Умирая, Мстислав Владимирович завещал престол своему бездетному брату Иерополку, договорившись с ним, что тот будет заботиться о его детях. Верный клятвий Иерополк отдал Переславль, один из главных городов Руси, и старшему сыну Мстислава Севолоду, до того княжевшему в Новгороде на братья великого князя Юрия Долгорукий и Андрей, боясь, как бы Иерополк не сделал Севолода наследником киевского стола, тут же изгнали Севолода из Переславля. На беду Севолода новгородцы отказались принять его обратно, обиженные, что он оставил их ради Переславля лишь после долгих переговоров. Изгнальник был принят новгородцами, но при этом они вынудили Севолода подписать с ними грамоту, резко ограничивающую его власть. Таким образом, Севолод Мстиславич стал первым князем, с которым новгородцы стали ограничивать княжескую власть, передавая большую часть властных полномочий в руки выбираемых ими посадников. С этих пор стало быстро перерастать новгородская вольность. Иерополк не только не наказал братьев за их зло, причиненные в Севолоду, но как с равными вступил с ними в переговоры. Наконец, между братьями было достигнуто согласие, они отдали племянникам Мстиславичам и уделали от городов, в том числе Переславль и Полоцк. Казалось, на Руси установился мир, но тут третий брат великого князя Вячеслав захотел вдруг сесть в Переславле и при посредничестве великого князя обвинял его у Иезислава Мстиславовича на Туров и Пинск. Вскоре, однако, он пожалел о потере Турова и опять-таки соглас Иерополка вернул этот город себе. Такие действия. Дядьёв, естественно, ущемляли самолюбивых племянников, и они изытояли зло, перешедшее в вооружённые распри. Так, непоследовательность в действиях великого князя, его чрезмерное человеколюбие и доброта, его желание угодить всем, его государственная неопытность спровоцировали вражду между единородными Мономаховичами. К несчастью, вражда эта, как искра, воспламенила давнюю горячую ненависть Ольговичей, Всевлада, Игоря и Святослава, сыновей Олега Святославовича, к роду Мономахов. И они объявили войну Ярополку и его братьям. Половцы, призванные ими в союзники, жгли города, грабили, убивали русских, вводя многих в плен. Наконец был заключён мир под Киевом, в результате которых были частично урегулированы споры об уделах. Но через несколько месяцев война разгорелась вновь. Ольговичи вошли в Переславскую землю, которая тогда была удельным княжеством брата великого князя Андрея. Иерополк, выступивший на стороне брата, в жестокой битве с противником лишился всей своей дружины. Ольговичи взяли в плен даже знам великого князя Иерополк, вынужден был пойти на новый мир с Ольговичами, лишивши его ряда своих земель. Вскоре Ольговичи снова объявили войну Мономахову роду из Новгорода, когда жители его изгнали избранного имя же князя Святослава Ольговича. А на его место призвали сына Юрия Долгорукого Ростислава. На сей раз Ольговичи чуть было не захватили Киев, но воинское счастье изменило им Иерополк не только отстоял столицу, но сам подступил к столице Ольговича Чернигову. Тут человеколюбие великого князя, к счастью, взяло верх. Он не хотел, чтобы русские воевали с русскими. Был заключен мир, утвержденный с обеих сторон клятвами и дарами. Вернувшись из похода домой, Иерополк II Владимирович скончался 18 февраля 1139 года. Мнение историков о правлении Иерополка однозначно. С самого начала великий князь не показал себя истинным хранителем тишины и покоя отчизны. Его нерешительность, излишняя снисходительность, человеколюбие и малодушие одновременно способствовали резкому обострению междоусобной борьбы князей. За непродолжительное время его правление почти все княжества вышли из подчинения Киевскому престолу и начали жить самостоятельно. В особую республику превратилось новгородское княжество. Еще более обособились от Киева, Чернигов, Полоцк, Волынь, Галич. Вся Южная Русь стала театром раздора. Началась война всех со всеми. И вновь явились на Русь половцы неоднократно битые ранее и Владимиром, Мономахом и самим Ярополком Вторым. Но теперь они приходили по призыву самих же русских князей, как их союзники в борьбе друг против друга. Но от этого их захватническая и грабительская сущность не изменилась. И отчизна по-прежнему платила за все это потоками слез и крови. Ярополк Второй Владимирович Елена Княжна Яска детей не было. Из памятного со времени правления Ярополка Второго Владимировича началась та непримиримая вражда между потомками Олега Святославовича Владимира Мономаха, которая в течение целого века была главным несчастьем Руси. Завтра будем продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok